Если ты ждал серию Полинку, то с тебя лайк и подписка, если ты еще не подписан. Недавно наш бывший военный начальник Сегин попал в чудище грозовой стрелой. И дождь утих. К сожалению, электричество для нас водного народа Зора смертельно. Разумеется, одной стрелы не хватило, чтобы усмирить чудище. И вскоре дождь стал лить с прежней силой. Вот почему я решил найти холиться, который помог бы нам. Линк, думаю, ты уже понял, что тебе предстоит сделать. С помощью грозовых стрел тебе нужно запитать шары на спине чудища. Разумеется. Я тебе помогу. Вместе мы усмирим Руту. Подожди, подожди, подожди. Вообще-то... Что? То есть ты хочешь попасть внутрь чудища? И об этом тебя просила сама принцесса Зельда? Значит, она жива? Ну, вообще-то она в замке Хайрул борется с Ганноном. Ну и ну. Все это время принцесса была там. Ммм... Нельзя изменить то, что произошло сто лет назад. Но, если удастся вернуть чудище на нашу сторону, оно поможет нам одолеть Ганнона. Это грандиозный план, Линк. Я рад, что принимаю в этом участие. Когда остановим Руту, ты сможешь забраться внутрь. Давай действовать, Линк. Я готов. Я благодарю тебя, Линк. У нас одна цель. Значит, наша встреча была предопределена. В знак признательности я хочу вручить тебе эти доспехи Зора. О, отлично. Доспехи Зора. Повышает скорость плавания. Чудесно. В них ты сможешь плавать вверх по водопадам. Совсем как Зора. Береги их. Ваше величество. Зачем вы отдали ему доспехи? Ведь принцессы Зора всегда делали их лишь для своих возлюбленных. Эти доспехи изготовила госпожа Мифа. Нельзя отдавать их первому встречному халицу. Даже если он воин. Мифа делала их не для него. Он должен их вернуть. Это уже слишком. Я ухожу. Музу. Музу. Упрямец. Его можно понять. Он был наставником Мифу. Мифа очень много значил для него. Для всех нас. Когда мы лишились ее, Музу возненавидел халицев. Надеюсь, ты простишь ему такое поведение. Что же делать? Я поручил Музу найти грозовые стрелы для усмирения Руты. Но теперь он ушел. Линк, я поговорю с Музу. Скоро вернусь. Неужели Сидон ему все расскажет? Линк, я думаю, Музу ушел на площадь. Поговори с ним. Постарайся его переубедить. Ну капец. Чудища ворота. Новая цель. Мне еще тут ваши семейные проблемки решать, да? Вот здорово-то. На данный момент мы сейчас направляемся на центральную площадь, где находится рыбеха, которая обиделась. И это не простая рыбеха, это старейшина. Зовут его Мизу. Он должен был подготовить для нас электрические стрелы. Вот она центральная площадь. Где-то здесь он должен быть. Пойдем-ка посмотрим. Если я не ошибаюсь, конечно. О! Вот он. Прямо к ней спустился. Я не передумаю. Сидо пытается его болтать, но не получается. Так, ребят, ладно, вы тут поболтайте. Я хочу сходить в святилище. Нам нужно открыть здесь телепорт. Ух ты, смотри, там что-то сияет. Это... Что это такое? Светилище Нейс Йома. А это Прыть Лотос. Лотосы нам нужны. Очень полезно. Я краба вижу. Даем нитро. Быстрее, быстрее, быстрее. Опа, попался. Бодрый краб. Очень здорово. Смотри, какой меч мощный. Серебряный меч. Но он, в принципе, не такой мощный. Ну, давай заберем. А, места нет. Ладно, пусть лежит. Заходим в святилище. След за шаром. Ух ты, нифига себе. Ты посмотри, сколько их там сыпется. Обалдеть. Так. Нам это нужно аккуратненько преодолеть таким образом, чтобы волны нас не задавили. Оп. Сюда должна упасть сфера. Или любой другой волон. По размерам, скорее всего, сюда должен упасть валу. И я даже знаю, как мы это сделаем. Но прежде я хочу достать сундук. Вон он, вон там. Так, значит. Придется мне бежать по воде. Выносливости у меня, конечно, маловато. Но попробовать стоит. А, ну хотя тут спокойненько и без выносливости бежится. Здорово. Выжидаем, когда прокатятся тут волны. Бежим. Есть. А, ой-ой-ой-ой, напоролся-то, как я. Вон, вон тот волон нам нужен, смотри. То есть не простой, а светящийся. Ну, сейчас мы попробуем к нему подобраться. Аккуратненько по краешку. Есть. Все, мы преодолели эту лавину из волнов. Но мы можем вот сюда зайти. И отсюда спокойненько добраться до сундука. Кстати, смотри, волны все приостановить. И отсюда они не сыпятся. Странно. Очень странно. Что у нас в этом сундуке? Копье Зора. Дамаг у него вообще, конечно, ни о чем. 9 урона всего. Но он обладает критическим ударом. Не вижу смысла его брать. Так. Ну, а теперь самое главное. Нужно столкнуть вот эту штуку. Столкнуть мы попробуем ее при помощи... Как насчет? Криониса. Я смогу на стенку сделать, нет? Смогу. Делаем. А не делается. Во! Так, 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 так. И скорее, 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 скорее. Есть. А может быть его можно магнезисом, не? Не, магнезис его не берет. Тогда нам придется грамотно его как-то спустить. В конце вот здесь вот поставим еще блок из Криониса. Вот такой вот. Надеюсь, он выдержит и не сломается. Это нужно, чтобы затормозить наш валун. Теперь мы наш валун толкаем. Ага. Мощи у нас не хватает. Опа. Толкнули чуть-чуть. Все, поехали. Поехали, поехали. Так. Застряли. Нужно подтолкнуть. Ну-ка. Ой, как-то я не так подтолкнул совсем. Она сейчас... Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Стазис, стазис, стазис. Ай, промахнулся. Черт возьми. Ладно, придется все по-новой делать. Так, в этот раз смотри, как повел себя шар. Очень странно, почему-то он не застрял. На удивление. Блочим его пока. Нам нужно вернуть... Ледяной блок на место. Вот сюда. А так. И все должно застрять. По логике вещей. По логике вещей. Сейчас возьму еще стазис на всякий пожарный. Все. Все получилось. Дальше нам нужно убрать крионис. Разбиваем. Берем стазис. Стазис. И давай-ка ты... Ой, не туда покатился. Вон туда покатишься, дружище мой. Отлично. Чуть-чуть осталось ему. Как бы нам грамотно это сделать? Ну-ка. Вот так вот. Ну вот. Мы выбрались. У нас теперь пять сфер духа. Нужно найти где-нибудь здесь... О! Лотусы заново появились. Отлично. Или это я просто забыл собрать прошлый. Короче, нам нужна статуя, чтобы помолиться и увеличить себе выносливость. Есть здесь статуя? Кому вы здесь молитесь, товарищи? Добро пожаловать, спасибо. Спасибо. О, стрелы. Как насчет грозовых стрел? Вы продаете грозовые стрелы? Нет. Грозовые стрелы они не продают, походу, потому что они боятся молний. Здесь что-то они выколачивают какие-то таблички. О! Такие таблички я видел уже. Только в больших размерах. Ясно. Короче, статую я тут не нашел. Видимо, плохо искал. Или у них здесь просто, в принципе, этого нет. Поэтому давай поговорим с нашими... С нашими лучшими друзьями. Сиду, чё скажешь в Болталово, нет? Что тебе нужно? Мне не о чем с тобой говорить. Музу, послушай. Есть кое-что, о чем ты еще не знаешь. Сто лет назад этот хайлиец, Линк, был возлюбленным Мифу. Тогда я был еще ребенком и не понимал таких вещей. Но отец мне рассказал, что сестра очень любила Линка. Что? Я никогда в это не поверю. Госпожа Мифа ни за что бы не влюбилась в хайлица. Он ведь не помнит ее. Даже посмотрев на ее статую, не вспомнил. Музу, никто не пытается тебя обмануть. Это правда? О, кажется, у меня воспоминания назревают, а? Музу, ты не знаешь. Прямо как тогда, когда мы только познакомились, помнишь? Ты был еще совсем ребенок. Всегда весь в ссадинах и ушибах. А я тебя лечила. Вот точно как сейчас. Но ты хайлиец. И вырос очень быстро. Выглядишь даже взрослее, чем я. Я всегда... Я всегда... Мне всегда нравилось заботиться о тебе. Лечить тебя. Этот ужасный Ганнон, который должен прийти... Я не знаю... Кто он и... И какой бой нас ждет впереди... Но... Но какой бы страшно ни была грядущая битва... Если вдруг... Если вдруг в бою тебя ранит враг... Я излечу тебя. Любые раны. В любой момент. Я так хочу... Я так хочу защитить тебя. Когда битва с Ганноном закончится... Я хочу... Чтобы ты как в детстве... Снова... Чтобы ты снова пришел ко мне. Что с тобой, Линк? Ты в порядке? Да что случилось-то? Ты дрожишь, как лягушонок. Говори. Я, ребят, вспомнил мифу. Ну надо же! Какое озарение в нужный момент. Я не попадусь на твой крючок, Элит. Я не поверю ни единому твоему слову. Пока ты не предоставишь доказательства. А их у тебя нету. Без доказательств ты никогда не узнаешь, где взять грозовые стрелы. Я тебе ничего не скажу. Ой, капец, доказательства нужны. Ну как я тебе свои воспоминания из башки вытащу? Кстати, насчет грозовых стрел. У меня их вообще нет, что ли? Что, я пойду в какой-нибудь магазин? Ребят, тихо, не паникуйте, не паникуйте. Я бы хотел, конечно, пробить тебе башки, дедуль. Но я добрый пацаненок. Я просто хочу посмотреть. У меня есть две грозовые стрелы. Но этого, походу, будет маловато. Сиду, может ты мне поможешь как-нибудь? Какой же упрямый этот музу. Но у нас есть доказательства. Линк, надень доспехи Зора, которые тебе дал мой отец. А, ну ладно, не вопрос. Где-то здесь. Во, вот они. Надеваем. Симпотно, кстати, смотрится. Все, я переоделся, смотри, какой красавчик. Музу, взгляни, что на Линки. Да какая мне разница, что носит какой-то хайли... Что? Доспехи Зора, которые изготовила госпожа Мифа. Они сидят на нем, как влитые. Не, не может быть. Теперь ты веришь? Сердце Мифы принадлежало Линку. Эти доспехи она сделала именно для него. Такое доказательство тебя устраивает? Ты всегда недолюбливал халийцев, поэтому Мифа не рассказывала тебе о Линке. Теперь ты обязан ему помочь, Музу. Помочь спасти всех нас. Скажи, где найти грозовые стрелы? Никогда бы не подумал, что госпожа Мифа может влюбиться в такого, как он. Я ни за что не позвал бы халийца спасать нас. Но, похоже, другого пути нет. Я истинный Зора, и всегда держу свое слово. Клянусь жабрами. Так и быть. Расскажу тебе, где взять грозовые стрелы. Вон та высокая гора называется Пик Молни. На самом верху находится Утес Отваги. Там обитает ужасный монстр. Он стреляет грозовыми стрелами. Эти стрелы смертельны для нас, Зора. Точно. Там обитает Левор. Грозовых стрел у него действительно много. Их там можно быстро собрать. Блин, опять Левор. Монстр, конечно, опасный. Но я уверен, что Линк справится. По моим прикидкам, чтобы усмирить чудище, нужно не менее 20 грозовых стрел. Постарайся собрать хотя бы столько. Что значит хотя бы столько? Музу. Я уверен, что Линк может принести оттуда хоть вдвое больше. Действуй, Линк. Быстрее всего на пик молнии можно подняться по водопаду к востоку от владений. В доспехах Зора для тебя это не составит никакого труда. Просто подплыви к водопаду и вверх. Я буду ждать тебя на восточной чаше, рядом с чудищем. Не забудь, что нужно хотя бы 20 грозовых стрел. Договорились. Отлично! Вместе мы усмирим чудище. Сиду свалил. Старейший на музу тут остался, но я с ним не хочу даже болтать. Давай планировать, как мы туда попадем. Как нам сказали, подплыть нужно к водопаду какому-то там. Где этот водопад-то, блин? Надо было все-таки с Сида поболтать. Где водопад? Вон там он, что ли, где-то? Вон она гора. А, вон он, кстати, водопад. Левее от нее. Вон он. Ну что, пойдем попробуем наши доспехи. Кстати, а выносливость в воде у меня будет расходоваться с этими доспехами или нет? Блинский, вот это вопрос, конечно. О, как насчет проверить здесь воду? По-любому тут есть какие-нибудь сундуки. Затонувшие. Опа! Магнетис. Ну вот и сразу-то посмотри, как я на него наткнулся. Только я вот его вытащить оттуда не могу. Блин. Походу мне на ту сторону надо перебудить, да? Выносливость у меня кончается. Как мне фиг делать? Поэтому нужно быть аккуратным. Вот так. Сундучок. Вылази оттуда. Вот так вот. Красавчик. Что в тебе? Огненная стрела. Вот огненные стрелы-то мне сейчас вообще нафиг не сдались. Лучше бы... О, еще один сундук, смотри. Лучше бы грозовых мне подкинули. А, походу я его здесь не достану, да? Даже если... Вот так вот на краешек встану. Без полизняк. Бегал-бегал вокруг. О, краб. И нашел еще один сундук. Но это деревянный. Или каменный. Что в нем? Серебряная рупия номиналом 100 рупий. Пригодится. Так, наверное, нам надо переплыть, да? О, еще сундук. Офига себе тут сундуков-то, а? Словно сокровищницу какую-то попал. Копье Зора. Неинтересно. И места в сумках нет. Так, так, так. Опа, а там что? Оружие какое-то валяется. Сколько же сюда понападало? Знаешь, это похоже на какую-то канализацию, куда все отходы и ненужные вещи падают. Интересное копье. Серебристое копье. Мало урона дает, не будем брать. Где-то здесь я видел, кажется, сундук, да? Где-то он здесь должен быть. А, вон он. Он на той стороне. Блин, ну до него не дотянуться. С этой стороны, наверное, мы тоже сундук не достанем. Где он вообще есть-то? Потерял сундук. Ну и фиг с ним, пускай он там плавает. Я пытался его достать. О! Это что за чудище-то? А, это трава. Я думал, там какое-то чудище ползет. Вот он, этот водопад. Высоковато, слушай. Здесь сильное течение. Боюсь, что я не справлюсь с ним. Поэтому сила ревалий. Помоги ко мне. Вот так вот. Вот за это спасибо. Я благодарю тебя. Так. Все, сила ревалий у меня закончилась. И мне теперь дико интересно. Хватит ли мне выносливости подняться наверх? Давай попробуем. Ой-ой-ой, как я упал жестко-то. Одно с половиной сердечка потерял сразу же. Блин, я просто из-за течения не могу. Не могу подплыть. Ну все, я потонул. Вот я дубина. Надо было на параплане просто подплыть вот сюда. Вот так вот. И что? И где? Ага, я на стене. Подождите. Вот, плыть вверх. Вау, нифига тебе, вот это круто. Обалдеть. Слушай, и выносливость не тратится. Вот это вещь. Че-че-че-че, рыба какая-то там плыла. Так, к берегу. Вот, рыбка. Хоть рыбу поймал. Надо срочно к берегу. Срочно к берегу. Выносливость кончается. Я и зацепился. Фух. Я думал, что сейчас тоже потону. Блин, вот бы сейчас силу ревали. А она у меня копится пока. Полезли, короче, на гору. И с горы попробуем на параплане спуститься к водопаду. А-а-а. Гора-то скользкая. Фиг я взберусь. Смотри, деревня какая интересная. Внизу как бы деревня-деревня. А наверху хвост от русалки. Или от рыбин какой-то. А вон там вот какая-то паровая штука. А, подожди, так это же чудище. Это, скорее всего, оно торчит. Все, мы подобрались к водопаду. Прыгаем. И плывем наверх. Блин, как же это быстро. И тут, кстати, водопадик такой очень высокий. Все, сейчас выпрыгнем. Обойди. Круто. Мне понравилось. Отлично. Мы наверху. Фоспалит. Фоспалит нам нужен. Мы забираем на костюм. Хотя нет, взрывать я его не буду. Молота у меня тоже нет с собой. Надеюсь, клеймор возьмет его. Отлично. Фоспалита здесь оказалось много. Вон там еще есть. Уверен, что еще где-нибудь в закоулках. Там вон ящеры бродят, но не хочется с ними сражаться. Ой, здесь тоже ящер. Какие-то разрухи тут. Уверен, что там в воде что-то есть. Отсюда, конечно, я не увижу. Но по-любому там что-то есть. Пускаться не хочу. Нам нужно добраться вон до той горы. Там наверху где-то ходит левор. Со своими стрелами. О! Светилище. Надо пометить. Потом как-нибудь туда сходим. Смотри, смотри. Смотри, смотри. Что это такое было? Ну-ка, полетели. Быстрее, быстрее. Еще вон промелькнул. Блин, это же... Ай, гора, долбаная гора. Я сейчас буду скатываться. Есть. Забрался. Мне повезло. А, это... Маленький корок. Спасибо, Реваль. Ты как раз вовремя когда-то мне уже не нужен. Корок, корок, корок. Сейчас я тебя поймаю. Давай вот тут встанем. Сейчас он круг навернет. Вот он. Обачки, попался. Плюс одно корокское семечко. Спасибо. Ну вот. Мы почти уже подобрались к этой горе. Я думаю, что нужно переодеться. Оденем хайлийские доспехи. В надежде, что они нас как-то защитят. О! Тут даже какие-то указатели есть. Давай почитаем, что там написано. Испытай свою храбрость, но будьте осторожны. Ну... Осторожность это не для меня. Я иду напролом. Вот мы взобрались на эту гору. Где-то здесь и должен ходить лево. На этой поляночке, наверное, да? Опа, 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 опа. Вот он! А вот грозовые стрелы. Интересно, они другие? Не такие, как у меня. Кажется, нас спалили. Нет, нас не спалили. Так, сражаться я с ним, если честно, не очень хочу. Но, по всей видимости, придется, да? Он вот идет вокруг, вот так вот. Побежали быстрее, 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 быстрее до стрелы. Давай, нас запалили. Все, мы спалились. Он лево раскачет к нам. Черт, вон. Как насчет стадиса? Я же могу стадис его загнать. Тихо, тихо, пупсик. Постой немножечко. Где-то я здесь стрелы видел. Вот она, вот у нас стрела. Грозовая стрела забираем. Ну, обычная грозовая стрела, е-мое. Ай! Пновлю меня. Пупсик. Ладно, давай мы с тобой сейчас разберемся. Тихонечко. Опа! Как насчет бомбочки? Ай, почему я присел? Кстати, ничего, так я ему нормальный урон нанес. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Спокуха, братюнь, спокуха! Ревали, где ты? Ну, блин, ревали! Засранец! Тихо, тихо! Ой, мне тут весело. Такое ощущение, что я в аттракцион какой-то попал. Не видно щедрости. И чувствую себя мешком для битья. Вот еще грозовая стрела. Полезу-ка, я думаю, вот на это дерево. Блин, скользко. Ой! Ой-ой-ой! Фига себе! Фига-фига себе! Вот это... Конечно, капец! Где мой костюм? Резиновый до спики. Ух ты, ну ты. Я сейчас, скажись, конь не двину. Не успел я покушать. Так. Ну, по крайней мере, я придумал тактику. Мы сейчас с тобой сразу же одеваемся в резиновые доспехи. Так. Теперь аккуратненько подкрадываемся. О, тут на дереве есть стрела. Надо ее забрать. Короче, в принципе, с ним драться не обязательно. Просто нужно пробежаться. Тихо, тихо, тихо. Просто нужно пробежаться и собрать все стрелы. Опа. Где он там ходит? Я не вижу его. Чувачела, ты где? Есть стрела. Пока он нас не палит, это хорошо. Вон он бродит. Он ходит, бродит. Если я буду ползать, он меня запалит, нет? Не должен. Не должен, он уже меня не услышит. Поэтому лазим. Спокойненько собираем здесь стрелы. Грибочечки. Вот я вообще безбашенные грибы собираю, когда мне стрелы нужны. Такой опасный момент. Ой, кажется, нас запалили. А-а-а, по жопе прилетело. И смотри, сколько здесь стрел. Е-мое, еще прилетело. Да что? Хватит! 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 На тебе! Задолбал! Все, валим. Валим, 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 валим. Валим, убегаем. Ух! Пронесло. Спрятаться от него на горе, это, конечно, было не самая лучшая идея. Он что-то там сделал. Так, давай похаваем. У меня тут... Если честно, я пришел сюда даже не сделав еды. Это капец как глупо было с моей стороны. Но у меня здесь есть улитки. Будем есть улитки. Так, дружище мой, где ты там? Снизу. А куда он делся? Он же тут был. Чувачела! Эй, левр! Капец, он исчез. Неужели он упал под текстуры? Ой, я услышал тебя. Стой на месте. Ничего не предпринимай. Я все сделаю за тебя. Друг мой. Все, убегаем, убегаем. Сила высшего меча на исходе, это плохо. Ладно, давай меч этот кончим. Он потом заново силу наберет. Я здесь, пупсик мой. Постой, не торопись. Все, высший меч сдох. Дай попробуем его поджечь. На тебе! Гори, гори, ясно. О! Полетели! Как насчет стрел? Только не таких. А... Ну давай огненных. На тебе в голове. О, бежим, бежим, линк, быстрей! Фух, принесло. Я в него огненную, и он в меня. Че взять, че взять? Какое оружие, вот. Страж Секира. Меч Мороза. О, Меч Мороза. Или Клинок Вихря. Давай Клинок Вихря. Я! Как ты здесь? Ты ниндзя, долбанный. Линк, вставай! Ух, убери. Постой, не торопись. Чуть-чуть осталось с Левром разобраться. А я бегу. Бегу, бегу, бегу. Бегу. Ревали, ревали. Мне нужна твоя сила. Фух, успели. Успели. Ой, он молнией меня сейчас в шандарахнет как. А я лечу, лечу, лечу. И в глаз тебе огненную стрелу пущу. Я упал. Ай, а мне пофиг. А мне пофиг. Стой, 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 стой. Хватит. Фух, успел. Порать надо. Бедные улиточки. Чувствую себя каким-то французом. Главное потом не продрестаться где-нибудь. Готово. Так, а что если мы попробуем в него... Вот так. Отхватил молнии. Что, все что ли? Он кони двинул. Блин, надо было раньше такой способностью шандарахнуть его. Что у нас есть? Копыта левра. Рога. Рог. Грозовая стрела 10 штук. Меч левра. Металлическое оружие, которое носят левры. Скорее ударное, чем режущие. Наносит большой урон, но из-за веса управляться с ним довольно сложно. Не, спасибо, не хочу. Что за лук? Этот лук изготовлен из необработанного металла. Выпускает стрелы веером по несколько сразу, что удобно, если враг передвигается очень быстро. Давай возьмем, пусть будет. А, места нет. Ну и фиг с ним. А это щит, да? Щит левра. Вот его я заберу. Да господи, у меня опять в зумках ничего нету. Капец. Фиг с ним, короче. Со всем этим барахлом. Пускай потом какой-нибудь другой левр подберет это. А мне нужно еще немножечко стрел. Сколько у нас там стрел, кстати? Восемнадцать. Маловато будет. Надо еще. Сейчас поищем здесь. О! Как раз. Раз, два, и вон там трис. Все, цель выполнена. Грозовых стрел я набрал. Можно было на самом деле не идти сюда и не сражаться с этим левром, а просто сходить в магазин и купить их. Так, продаются они, по-моему, в деревне Короков и еще в какой-то деревне. Но так-то эпичнее, так же интереснее, правильно? О! Посмотри, кабанчик. Стой, 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 не убегай, дружище, не убегай. Мне нужно твое мясо. Мясо, мясо. А, он, в принципе, с одной ледяной стрелой грохнулся. Че-че-че? Мясо замороженное, что ли, получили? Офигеть! Мерзлый кусок! Я и не знал, что тут мясо можно замораживать. А оно, кажется, вон че. Итак, я по возможности собрал все стрелы. Давай посмотрим, сколько у нас вышло. 39 стрел. Вычитаем 2 стрелы, которые у меня уже были. Получается, 36 стрелы мы здесь подобрали. Я думаю, что тут, наверное, вполне можно и 40 набрать. Просто я не все нашел. Но да ладно. Ну вот. Осталось, походу, последнее дерево на вершине этой горы. Здесь сразу несколько стрел. О! Там что-то есть, смотри. Пойдем посмотрим, что тут за надписи. Воины Зора! Прыгните в воду и докажите свою храбрость! О-о-о! Фига себе! А вон, кстати, и сам этот паровоз. Ворута. Похожий на слона. Блин, ну я не Зора. Боюсь, что если я отсюда спрыгну, то я нафиг разобьюсь. И это будет больно. Но давай рискнем. Ух ты ж, нифига себе. Мне кажется, сейчас будет очень больно. И все! Мне ничего не стало. На самом деле, вживую человек бы разбился с такой высоты. Но мы в фэнтезийном мире, поэтому нам по барабану. Так, вот он поближе уже, наш слоник. Прикольно такое выглядит. Где-то здесь неподалеку должен быть Сид. Он нас тут ждет. А вот, собственно, и он. Мы почти к нему пришли. Эй, тут ничего интересного, никого нету? Это что? Кровать? Специально для меня могу поспать, да, восстановить силы? Но нет, спасибо. Я, пожалуй, просто съем улитку. И пойду решать проблемы народа Зора. Эй, Сид! Здорово, я здесь. Кстати, что у меня там насчет меча моего? Где он? А где меч? Блин, а как долго будет меч мой восстанавливаться? Вот он. Время восстановления 1 минута 13 секунд. Ну хорошо. Это годно, еще можно подождать. Сид, я пришел. А, Линк, я тебя ждал. Ну что, ты готов? Тебе понадобятся и доспехи Зора, и грозовые стрелы? А я что, я всегда готов. Отлично. Именно так я все себе и представлял, Линк. Начнем же. Погоди. Ты же не надел доспехи Зора. Для боя с чудищем тебе нужно надеть доспехи Зора и запастись грозовыми стрелами. Давай скорее, я жду. Ой, господи. Ну переодел бы чуть позже, ну подумаешь. Все, я одет. Я готов. Готовченко. Взгляни на спину чудища. А, вон они сферы. Видишь светящиеся шары? Именно в них нужно стрелять грозовыми стрелами. В доспехах Зора ты можешь заплыть наверх по строям воды. Именно так мы подплываем к чудищу. Ты поднимаешься наверх и стреляешь. Я в тебя верю. Забирайся на меня. О, слава богу, мне тут не придет свою выносливость тратить. Хорошо, погнали. Отлично. Ну давай же, взбирайся уже. Вперед! Плавание, мне нет равных. Рута нас заметила. Отплываем и дожидаемся подходящего момента. Я плыву на полной скорости. А ты смотри, когда можно будет подняться на руту. Она будет использовать против нас древние технологии. Нужно отстреливаться от ее ледяных снарядов. Придумай, что с ними сделать. Чудище ворота. Разбей, Лёд! Как, 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 подожди, 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 подожди. У меня есть, у меня есть вот эта штука, но я, но я все профукал. Я все профукал. Поздное зажигание у меня сработало. Отстань. Готово. Все по плану, Сид. Все нормально. Я еще могу атаку сделать. Грозовые стрелы, грозовые стрелы. Сейчас я их заряжу, подожди. Готов. А, мне нужно подплыть. Сейчас мы подплывем. Я сюда... Есть! Я забыл. Взлетел. Стрела. Готов. И еще один. А, не успел. Еще в одного. Выносливства не хватило. Захватываемся за Сида. Готово. Ледяные глыбы пошли. Ух, как это было близко. Сейчас еще раз попробуем взлететь. Кстати, интересное чудище. Мне понравилось. Хотя мы еще от них беремся. Так. Готово. Силы высшего меча восстановлены. Это здорово. Можно его сразу одеть. Чтоб потом не париться. Ого, какие глыбы. Они понизу идут. Они за нами как-то будут лететь? Конечно, летят. Сейчас возьми. Как мины какие-то. Еще попади по ним. Ой. Ой-ой-ой. Давай мы сделаем вот так вот. А, он облетает. А, он облетает. Это какие-то умные мины. Смарт-мины. Я готов. Подкидывай меня наверх. Только вверх и только бесконечность. Вот это куча льда. Ладно, совсем не разберемся. Осталось еще пару льдинок разбомбить. И в принципе все. Вот это дела. Вот это я не ожидал. Где друг мой? Поплыли, поплыли. Да блин. Все, я что-то... Меня что-то эта льдина как-то сбила. Я рассредоточился. До этого они всегда летели сзади. Все, мы готовы. Последний выстрел остался. Мы проберемся, проберемся, проберемся. Опа. Вон в то у меня надо попасть. И получай. Блестящий линк. Смотри, линк. Вода почти перестала идти из руты. Рута всплывает. Ты, кажется, хотел забраться в нее. Сейчас мы к ней подплывем. Надеюсь, у тебя все получится. Линк, спасибо. Чудище перестало выбрасывать воду. Теперь пришло время приступить к выполнению самой трудной задачи. Я верю в тебя. Увидимся во владениях Зора. Я буду ждать. Винк, ты справишься. ПО 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 Субтитры создавал DimaTorzok